В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день сентября с погоды. В эти дни исполняется 105 лет со дня создания военно-политических органов Росгвардии. О том, чем занимаются в настоящее время сотрудники структуры по военно-политической работе и в чем важность работы этого подразделения. В эти минуты в нашей студии расскажет психолог группы по работе с личным составом управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике Виктор Каверин. С ним встретилась Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Виктор. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я знаю, что на днях отмечается день организации, день создания военно-политических органов в системе Росгвардии. Вы какое отношение имеете к военно-политическим органам? Я непосредственно служу в этих органах уже 5 лет. Занимаю должность психолога. Психолог входит в структуру военно-политических органов и выполняю ряд определенных задач. Ну, конечно, хочется поподробнее узнать об этих задачах. В чем ваша основная обязанность? Психолог в военно-политических органах что делает? Ну, он следит за морально-психологическим состоянием, смотрит, все ли у людей хорошо, как они чувствуют себя из-за того, что это непосредственно влияет на выполнение служебно-боевых задач. То есть, если человек как-то не так себя, ну, плохо себя чувствует или что-то у него не так, там, в семье какие-то проблемы, соответственно, это будет сказываться на определенных, ну, уже задачах. А где один человек будет плохо выполнять задачу, может случиться беда во всем подразделении, соответственно. Ну, помимо психологической работы, у нас также есть ряд других задач, такие как агитационно-пропагандистская работа, культурно-досоговая работа. Потом дисциплины также мы занимаемся, следим, чтобы все в рамках закона, все происходило. Это патриотическое воспитание непосредственно так же, как не только у молодежи, но и внутри нашей Росгвардии. То есть мы людям рассказываем, доводим. Ни для кого не секрет, что очень много сейчас истории перековеркивают, изменяют под свой лад. И мы следим за тем, чтобы доводим людям ту информацию, которая на самом деле есть, актуальную информацию. Наверное, в этом важность вашей работы. Да, это непосредственно очень большая важность, потому что мы патриотическим воспитанием занимаемся как с военнослужащими, так и с подрастающим поколением. Многие дети не знают или какие-то у них ошибочные мнения бывают. Мы ходим по школам, в учебные заведения различного рода, доводим всю информацию, рассказываем о тех иных событиях, которые происходили в России, значимых событиях, которые люди уже потихоньку начинают забывать. Мы стараемся это доводить так, чтобы людям было интересно, чтобы они знали, на чем основывалось наше государство, какие везвие события происходили в те или иные времена. Это, конечно, очень и очень ценно. Я еще раз благодарю вас с вашим профессиональным праздником. И спасибо, что были у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке. Затем также программы Ногайской редакции в 14.30. «Вести» Карачаева-Черкесии с Муратом Джанкиозовым. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесию доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о победе. 12 сентября в Никольском соборе с 9 утра и до 21 часа, а 13 сентября с 8 утра и до 19 часов верующие смогут приложиться к мощам. 13 сентября в 19 часов проводы ковчега с мощами Георгия Победоносца.